Приветствую всех! Ну что ж, закончилась целая эпоха. Hamster Combat вышел на листинг. Результаты, конечно, не впечатляющие, но тем не менее, это свершилось. Сегодня я вам расскажу, какой дроп я получил, что я буду с этим делать, ну и в целом выскажу свое мнение по поводу всей этой ситуации вокруг данного проекта. Поэтому усаживайтесь поудобнее, я желаю вам приятного просмотра. Погнали начинать! Итак, друзья, токен Hamster теперь доступен на самых крупнейших биржах. OKEX, Bybit, Binance и так далее. На момент записи видео токен Hamster торгуется по цене 0,008 доллара. Я следил за торгами с самого начала и на своих максимумах токен стартовал где-то до примерно 1,5 центов. Напомню, что на премаркете цена токена составляла примерно 1 цент с небольшим. Я думаю, разговоры о том, что не стоит ожидать каких-то ошеломляющих результатов от проекта, вы слышали наверняка уже достаточно давно. В принципе, на протяжении всего сентября. Особенно после того, как проект выделил конкретный дроп от каждого человека. Также резонансным было то, что многих людей побрили, которые читерили, которые каким-то образом, видимо, различными схемами, как можно больше аккаунтов прокачивали или что-то в этом роде. Многие люди под это попали. Многим этот дроп не дали. Меня конкретно здесь возмутило то, что изначально была какая-то плавающая позиция по поводу того, за что все-таки будут начислять эти токены. По факту как происходило? Сначала говорили, что будут начислять за прибыль в час, потом говорили, что за скины, за ключи и так далее. Но какой-то единой позиции не было. Вроде как начислили за все помаленьку. Если обратиться вот к этой вот сводке в самом приложении, где указано сколько и за что начислили вот этих самых токенов. Мой дроп составил, как я сказал, чуть выше 1000 токенов. В переводе на деньги это примерно 15 долларов на пике я зафиксировал. А по факту даже меньше. Сейчас это, по-моему, даже меньше 10 долларов. Прямо в моменте, как я записываю это видео. Сказать, что я расстроился из этого, честно говоря, нет. Хотя, конечно, надежды на это возлагались хорошие. Учитывая маркетинг проекта, учитывая количество пользователей проекта, конечно, были надежды на то, что проект действительно даст жару. И не ударит в грязь лицом, как это сделал, допустим, Pixel Tab. Но ожидания не оправдались. Тем не менее, я из-за этого лично не расстроен. В любом случае, сюда не было вложено ни цента. Конечно, люди многие тратили очень много времени на эту игру. Играли и так далее. И получили там даже по 10, по 15 долларов. С одной стороны, это же хорошо. Потому что многие люди просто играют в игры, да, и вообще ничего не получают. Еще и наоборот. Бывает, донатят в эту игру, ничего не получая взамен. А тут такой небольшой приятный бонус. Я считаю, это неплохо. Возвращаясь обратно к листингу. Так же, как и при NotCoin, на фоне ажиотажа, на фоне того, как люди ломанулись выводить, так скажем, свои миллионы, произошел технический сбой в кошельке Telegram. Также клиенты Binance жаловались на невозможность выставления ордера на продажу. Но в целом, я лично выводил эти токены на Bybit. Там было все четко. Я, кстати, вот говоря о том, что я буду делать дальше. Я эти токены продавать не буду. Пусть они себе лежат там. Мало ли, что-то произойдет с проектом. А какие планы у разработчиков, я скажу дальше. Действительно, что-то произойдет такое ошеломляющее, так скажем. Что-то яркое в этом проекте. Абстрактное это назовем. И, возможно, этот токен еще немного подрастет. Опять же, нет никаких каких-то жестких планов надежд на это. Ну, лежит себе и лежит. Поэтому я продавать не буду. Вот. Что касается планов проекта. Незадолго до листинга команда проекта огласила то, что в октябре нас ждет запуск уже второго сезона игры. Сейчас, я напомню, это можно сделать в тестовом режиме. Уже играть, эти кристаллики собирать. Честно, я этим точно заниматься не буду. Ну, не вижу смысла. Это, конечно, сложно им будет сейчас реабилитироваться и что-то как-то решить. Да, и переубедить огромное количество пользователей на то, что все-таки второй сезон будет круче. Ну, так вот. В октябре ждут второго сезона игры. Запуск, точнее, в ноябре добавят PVA для интеграции плачежных сервисов. А также первые игры от сторонних разработчиков и NFT в рамках второго сезона. А в декабре мы увидим интеграцию рекламной сети и возможность создавать кланы. Ну, и это только начало. В январе 25-го года разработчики запланировали запуск двух крупных игр, клановые чемпионаты и расширение партнерских проектов. Будет, конечно же, проведен второй этап аирдропа. Появится NFT-площадка и расширится функционал. Это амбициозные цели. И команда уверена, что токен Хамстер в будущем может вырасти в цене. Как оно будет по факту, мы, конечно же, посмотрим. В разговоре с CoinTelegraph разработчики намекнули на возможный рост токена Хамстер после листинга. Через 10 месяцев, как я и сказал ранее, будет разблокирована оставшаяся часть токенов. Это чуть больше 10%, распределенных как раз-таки после данного завершенного сезона. Более того, доход от рекламной сети, как заявляют разработчики, запуск, который запланирован на конец 2024 года, пойдет на выкуп токенов и дальнейшее их сжигание. Тем самым, все эти процессы в идеале поднимут цену токена вверх. Но, я повторюсь, посмотрим, как это будет на практике. Потому что обещаний мы тоже слышали уже много. Достаточно много раз уже видели, как разработчики немножечко сдвигали сроки. И, грубо говоря, переобувались. Поэтому давайте просто будем смотреть по фактам. Если разработчики действительно сдержат свои слова, то у токена Хамстер есть шансы на рост. Ну, а пока что это можно назвать провалом. Учитывая то, что какая была история этого проекта, какая шумиха вокруг этого проекта была, конечно же, результат можно действительно назвать провалом. Это мое мнение. Как вы думаете, обязательно поделитесь этим мнением в комментариях. Из оставшихся таплок у нас, наверное, остался только Блум и Тапсвап. Но, по крайней мере, Блум может показать результат, я так думаю. Опять же, не стремлюсь делать какие-то прогнозы. Это просто бессмысленно, учитывая ситуацию, учитывая вот эти вот примеры, такие как Хамстер. Поэтому просто буду вам освещать все поэтапно. А чтобы это не пропустить, обязательно подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк этому видео. Поделитесь своим результатом в комментариях. Напишите, сколько вам насыпали в итоге монет. Сколько вы с этого заработали. В общем, поделитесь своим мнением в комментариях по поводу этого листинга. Ну и, в принципе, поддержите канал лайком. Поддержите канал подпиской. Ну и не переключайтесь. С вами был, как всегда, Андрей. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok